Ты уже упомянул китайский мирный план, ты знаешь, у меня есть подозрение, что он как раз, мирный план связан все-таки с серьезными сейчас размышлениями в Политбюро Пекинском о том, чтобы дать России ровно столько оружия, сколько потребуется, чтобы не дать Украине осуществить это контрнаступление, не пробить этот коридор с тем, чтобы уже к лету заявить, ну все, ситуация патовая, собственно, и вот сейчас уже есть источники, которые нарисовались, в частности Академия войны наук Китая, завершила симуляцию войны, может быть ты это видел, показывает, что российские военные войны будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, поэтому война прекратится, и Российская Федерация якобы одержит вверх. И вот этот вот источник, один из, который цитируется сейчас активно, говорит, что вместе с Россией Китай не может позволить себе потерять Украину, поэтому будет подводить именно к такому очень грязному миру. Я бы сказал пока, вот на эту минуту, ну это вообще какой-то институт, который или чего, это все, знаешь, какая-то умозрительная картина, она пока не соответствует действительности. Если они действительно дадут оружие Москве в невероятных количествах, это недостаточно, знаешь, там немного боеприпасов поддать, то может быть такая бы картина и сложилась. Но если для этого нужно, чтобы передавали вплоть до самолетов, там, не знаю, танков, бронетехники, снарядов, ракет, все, что нужно в Москве, то тогда, наверное, допустить такой пад летом можно. Но они же пока не начали этого делать. Во-первых, если Китай на такое решится, они уже озвучили. А вот, мол, дает Тайбэю Америку оружие, почему мы не можем давать это России? Ну, во-первых, можно, конечно, апеллировать к международному праву, к агрессорам и так далее, но я думаю, что это другое имеет значение. Вы хотите получить Тайвань, вот просто так разменяв его на поражение Москвы в Украине, такого не будет размена, он будет какой-то другой. Вы уже получили Россию, фактически прокитайская партия, возглавляющая Россию, держащая ее, так сказать, за кадык, уже отдала вам Россию в наем. Вы уже получили что-то. И если вы хотите репрезентироваться от имени Ромосквы, то вы можете говорить только о ней, а не о своем Тайбэе и Тайване. Вы можете, так сказать, говорить, отдайте нам там Дальний Восток, Восточную Сибирь, забагать, да забирайте, вообще больше никого не волнует. Но, извините, делать это за счет войны в Украине никто им не позволит. Ведь он ясно отреагировал. За столом переговоров вы не будете сидеть. А мы представляем Москву, как бы нам говорит Китай, Пекин. Если он действительно сейчас 21 мая поедет туда в Си Цзиньпин, да, скорее всего, это будет похоже на продолжение шантажа. Вот тогда, наверное, последует какой-то ответ уже в отношении Китая. Сейчас уже робко, но осторожно начали фирмы китайские заносить санкционные списки. Вот. Я думаю, удар будет гораздо более чувствительным. Ударит по финансовым рынкам, ударит по промышленным рынкам. Вот. Все-таки 750 миллиардов оборот. Вот мы не до конца понимаем, Китай готов пожертвовать вот этими ресурсами, да, 750 миллиардовый товарооборот с США и такой же с Европой. И 150 с Россией. Ну, Россию они за свою считают, поэтому уже как бы им не важно, сколько у них товарооборот с Москвой. Они и так заберут и нефть, и газ. Сами будут его добывать, сами себе отправлять. Готов ли Китай вот на это? Вот у меня нет этого убеждения. Потому что процессы, которые могут начаться в результате вот этих действий Китая, они же необратимы. То есть, отыграть обратно уже будет нельзя. Почему? Объясню. Почему? Потому что и без того Китай видит иным полюсом в биполярном мире, которому после Москвы придется противостоять. И вот это на опережение игра, значит, выведение в конфликт уже прямо сейчас на театре Восточноевропейской войны в Украине только ускорит ответ, который, да, был отложен, может быть, на десятилетие прямого столкновения США с Вашингтоном. Но так это столкновение начнется прямо сейчас. Да-да-да, с Пекином, конечно. Вашингтон и с Пекином. Он будет неотложенный. Ведь, как говорит Байден, мы не хотим воевать, мы не хотим конфликтовать, мы хотим соперничать, мы хотим экономически соперничать, геополитически соперничать, но не воевать. Ни в коем случае не переходить через прокси к непосредственному военному столкновению. Неважно, чего это касается, Тайване или Москве, давайте соперничать. И в этом смысле, конечно, раз у вас отношения с Москвой, вот помнишь, все время удерживали, говорили в Москве, и сам Байден, придя к должности, он говорил, вы лучше узнаете, у вас граница тысячи километров с Китаем. Прямая цитата Байдена, говоря России, что вы лезете в Восточную Европу, зачем вам Украину, скоро вы лишитесь Русской Азии. И тем не менее это произошло. И сейчас руки убрались, а, ну и ладно, и аминь, как говорится. Но вот в Восточной Европе, вот так вот, чтобы взять еще и присоседить Украину, на это никто не пойдет. Вы забираете там какой-то Дальний Восток, Восточную Сибирь, Взапога, ваше дело, что вы там делаете, но не так, что вы ставите условия, а еще вы нам отдадите Тайвань, поскольку мы можем поставлять вооружение Москве, и она не проиграет войну этим летом. Вот на это Запад точно не согласится и пойдет на прямой конфликт с Китаем, это однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok